Патриотизм с точки зрения психологии. Его надо заполнить. А у психологии есть какая-то единая точка зрения на патриотизм? В основе этого выпуска легли реальные переживания нашего друга, который отправился в Китай. Человек, который критически относится к слоганам о сверхдержаве, который прекрасно понимает механизмы пропаганды, вдруг взял и начал то ли гордиться, то ли скучать там, в Китае, по всему нашему, российскому. Он почувствовал на себе все стадии отношения эмигрантов к родине. На первом этапе я ходил, осматривал достопримечательности и приговаривал. Эк, у них тут все ладно устроено, не то что у нас. И вспоминал далекую родину, нет, не с неприязнью, конечно, но с холодом. И хмуро злорадствовал оставшимся. На втором этапе я уже начинал подмечать недостатки общественного быта, в котором оказался. И с удивлением понимал, что в чем-то моя пасмурная родина даже лучше. Ну, хотя бы тем, что привычней. Дальше наступала третья стадия, самая драматичная. Тут и там мне начинали меречиться березки. И я понимал, что... Пиздец, чел, шизу словил, честно говоря. Совсем здоров, потому что скучаю. Вот по всему, потому что совсем недавно мечтал оставить в прошлом безоговорочно и безоглядно. Колдобина, обхарка на остановке, выжженные кнопки в лифте. Скучаю и все тут. Местному хилому народцу я мысленно противопоставлял некого былинного русского Ваню, с которым еще недавно не хотел иметь ничего общего. Но и это не самая последняя стадия. Когда во время поездки к Желтому морю... Последняя стадия это превращение в ватника. Один китаец спросил меня, а у вас что, в России? Моря нет? Я с остервенением бросился перечислять ему все морские выходы России, которые только выскрип из рук в географии. А нахуя ты был хоть на одном из них? Если и был, ну на скольких ты был из них, из этих морских выходов? Да. Под конец, не придумав ничего лучше, выпалил. А теперь еще и Крым наш. Здравствуй, дружок. И тут я... Вообще и до Крыма у нас на Черное море, в общем-то, несколько выходов было. Чего бы и нет. Понял, что со мной происходит нечто совсем ужасное. Как заставить одних людей пойти с виллами на других? Какие процессы запускаются в мозге, когда мы... Ой, блядь, процессы в мозге, блядь, запускаются. Причем здесь психология, с одной стороны, с другой стороны, процессы в мозге. Совершенно другая наука, да, совершенно другие дисциплины идут. И причем здесь патриотизм, от которого на самом деле довольно легко избавиться. Ну, я не знаю, я вот без патриотизма. Живу, жил и буду жить. И мне по хуям где жить. В любой вселенной, вообще в любое место могу поехать и нормально существовать. А вообще к земле не особо привязан был на протяжении долгого времени. То есть, в принципе, я сейчас живу не там, где я живу. И огромное количество людей перемещается по разным местам, вообще-то. В райс по России. Я думаю, многие из вас, ребята, которые сейчас нас смотрят, они переехали из какой-нибудь глубинки, ближе к любой из двух наших великих столиц, типа Санкт-Петербурга и Москвы. Может быть, кто-то из более маленького города в более большой переехал, например. Это же радикальные перемены. Это радикальное изменение места жительства, в котором у вас сначала, там, я не знаю, например, ну березки-березки у вас там где-нибудь в поселке, да, вокруг. А в городе нихуя. Фотка якутска. А чё, а чё? Ну вот родина. Мы видим своих и чужих. Кстати, не исключено, что он в Якутске, если он в Китай поехал. Ну, как бы относительно нормальная траектория. Допустимая. Как выглядит портрет самых патриотичных личностей? И почему то, что мы называем патриотизмом, на самом деле внутригрупповой фаворитизм? Да, покрутим Якуцк, покрутим ещё. Не, без березок вообще насрать. Я не знаю, почему. Блин, мне кажется, я вообще где угодно могу жить. Я, более того, много раз куда-то переезжал. Я с самого детства не привыкал к тому месту, где я живу. То есть я вам рассказывал про своё детство, да, и меня потом начало кидать из одного дома в другой дом, в третий дом. Потом перекинуло из более маленького места в Токсово, в более большое место в Токсово. Сейчас я вообще в другом месте, хоть и в том же Токсово, но, блядь, оно выглядит совершенно иначе. И я постепенно, ну, в общем-то, переезжаю. Я бывал в других местах, городах, и я там, ну, ладно, я бывал в одном городе дополнительно. И там я нормально адаптировался, мог бы бесконечно там тусить, жить и вообще похеру, честно говоря. Так что мне кажется, я не знаю, какая-то хуета. Какие-то сейчас механизмы будут выяснять в мозге, да, неожиданно, которых на самом деле, скорее всего, просто нет. Которые просто выдуманы в данном случае. Ага, ну или просто аналогия с этими механизмами привязана на скорую руку. Вот опять же, подозрения есть такие. Жил-был польский психолог Генри Тайфель. Он изучал природу таких вещей, как социальные предрассудки и стереотипы. И вот в 70-х годах он проводит очередной эксперимент. Он поделил студентов на две группы. Группы формировал абсолютно рандомно. Но студентам сказал бы. Каждый из участников думал, что отобран в свою группу на основе определенного архиважного критерия. Ну, например, по способности оценивать количество точек на картинке или на основании предпочтений в области абстрактного искусства. Даже если участники одной группы были знакомы с представителями другой группы, а своих одногруппников до этого в глаза не видели, субъекты эксперимента в ходе взаимодействия демонстрировали одну и ту же модель поведения. Действовали в пользу участников своей группы и ущемляли тех, кто оказался в другой фракции. При том, что ни одно из действий не приносило им прямой личной выгоды. А знаете, что это значит? Совсем не обязательно иметь непримиримые противоречия или конфликтовать за ограниченные ресурсы. Достаточно, чтобы кто-то провел произвольную черту. Вот это твой, а это чужой. И ты не замечешь, как человек напротив начнет превращаться в опасного врага или просто неприятного типа. Перед вами внутригрупповой фаворитизм и его противоположность вне-групповая враждебность. Явление старое, как сам мир. Да. Но есть шедовизм, который с этим всем борется, исправляется и побеждает. Но с какой стати, спросите вы? С чего я буду менять отношение к человеку только из-за того, что нас случайным образом развели по разным группам? А такое часто бывает. Более того, очень забавно, что люди, ну, которые прям вот, знаете, которыми руководит их психика, как бы это странно ни звучало, да, ну, то есть люди, которые интересуются низшими животными интересами и не особо анализируют свои поступки, они им очень, в принципе, свойственно, ну, вот как-то вот, вот так вот себя вести, да, разделяться на разные группы и более того. Ну, вот, например, ты ссоришься с каким-нибудь оппонентом из группы, их, да, вот каким-нибудь важным человеком в их группе, они тебя все начинают ненавидеть массово. Ну, например, шедов ссорятся с Василом, причем это личная абсолютно ссора, буквально вот из-за вот отвратительного поведения одного определенного человека, буквально в мой адрес, да, из-за оскорблений в мой адрес личный. И при этом все зрители Василы начинают относиться поэтому ко мне плохо. Вот это странно, вот это вообще непонятно. Но ты так и делаешь постоянно. Хочешь ты этого или нет? Сам посуди. Ну, нет, я думаю, этим легко можно управлять, просто люди в среднем не особо думают об этом. То есть людям свойственно, вот как-то, знаете, взять, брать и плыть по течению. А почему противоположность? Да, кстати, тоже непонятно, почему противоположность, потому что реально внешняя враждебность следует из внутреннего фаворитизма. Да, именно, согласен Максим. Здесь слово противоположность, в кавычках, должно быть употреблено. С этим я тоже абсолютно согласен. Но вот. И с другой стороны, я отмечу, что есть разные группы, ну, есть разные уровни даже, скажем, людей, которые могут сопротивляться этим состояниям довольно легко. И, в принципе, ну, я знаю таких несколько человек. Откуда возникла эта волна дружелюбия, когда узнаешь, что твой новый знакомый, нет, не земляк? Мне кажется, что эта проблема не в мозгу у нас находящаяся, а проблема культурно сформированная, прежде всего. То есть, в том плане, что, ну, может быть, есть какие-то механизмы, которые так или иначе это чуть-чуть более-менее обуславливают, но все-таки основа это определенные культурные установления, и их можно преодолеть, кажется мне. Есть подозрение, что можно, ну, я их преодолел, например. Там еще человек тоже, я видел несколько людей, которых преодолели. Если бы это были какие-то физиологические вещи, то их бы просто было бы, наверное, либо очень тяжело преодолеть, либо невозможно, и я бы вообще не встречал таких людей, которые что-то там преодолели. Вот. Даже не коллега. Я, кстати, надеюсь, что многие мои зрители преодолевают такие вещи. Вот, тоже важно. А, тезка, на секунду, ты увидишь в нем чуть ли не кровного брата, двойника и просто прекрасного человека. Ну, преувеличение. Человека. Выходит, мы тезки. Сколько стоит за этой фразой? Да не сколько, похуй вообще. И не просто два... Когда тебя зовут Александр, тебе вообще похуй. Каждого, блядь, бомжа босса на улице зовут Александр. Вообще любого, любого хуесоса и пидораса во вселенной с вероятностью 50% зовут Александр. Простите, конечно. Когда тебя зовут Александр, каким-то образом солидаризироваться с кем-то, в общем-то, по тезкам, это вообще пиздец какой-то, это кринж. Привет, доброе имя, рад видеть. Не, ну серьезно, ну блин, когда у тебя еще очень распространенное имя, ты как-то солидаризируешься с Александрами, да вообще похуй. По малознакомых человеку... Бога даже Сашка зовут, да, Ирин? ...вы принадлежите к одному закрытому обществу Егоров, только членам которого суждено оценить всю красоту и тайный смысл этого имени. Ну, чел, перебарщиваешь. Или в новой компании разговор зашел о футболе. И выясняется, что двое топят за Венит, а двое за Цеска. И снова спрашивается, с какой стати? С какой стати твое отношение к этим людям меняется? Потому что только мудаки могут за ЦСКА болеть. Шучу мне покером. Безотчетно, некардинально, но меняется. И почему в этом парне в синем шарфе ты видишь потерянного брата, а эти двое... Да не видит никто, блять, потерянного брата, но просто, да, в среднем отношение к людям, принадлежащим к твоей группе. Причем по потескам я не совсем уверен. Мне кажется, большинству подавляющему людей, которые чуть-чуть умнее обезьяны, им на тесковость просто вообще наплевать. Мне даже кажется, что наоборот, как-то людям не особо нравится, когда кого-то зовут, блять, так же, как и их. Вот вы в группе какой-то обучаетесь, и вам кто-то кричит, Марина! И тут сразу пять Марин поворачиваются, и они такие, Марина, блять, ты не меня позвал, не меня позвал. Есть такая проблема, что у людей фантазии нет, и реально куча одинаковых имен, но это довольно грустно, я абсолютно согласен. Я полностью вас здесь поддерживаю. Но вот по Зениту, не Зениту, тут еще, знаете, есть некие традиции, просто связанные с этими клубами бойцовскими. Ну, далеко не все боленщики разных видов спорта пиздятся друг с другом из-за того, что они болеют за ту или иную команду или смотрят на действия тех или иных спортсменов из той или иной страны или того или иного города. Далеко не все пиздятся. И поэтому, ну, как бы для большинства людей в среднем, то, что человек болеет за какой-то вид спорта, он не воспроизводит никакой ненависти. Вот вы болеете за какого-нибудь русского бегуна, и американцам в среднем плевать, они за своего болеют, ну, и на самом деле, ну, что, вы болеете за своего, мы за своего болеем, но нам как-то всем плевать, да, что мы не считаем друг друга мудаками, хуесосами именно по этому критерию. В футболе немножко не так. Это, кстати, еще подчеркивает культурный аспект. Коней вызывают... Так вот, подчеркну здесь одну важную мысль, подчеркну еще одну важную мысль. В футболе, футбол, это такой вид спорта, в котором боленщики, боленщики плюс-минус, они вообще хейтят друг друга. Есть другие виды спорта, где боленщики хейтят друг друга, но футбол, он, во-первых, самый массовый из таких видов спорта, а во-вторых, ненависть друг к другу у боленщиков разных клубов и команд достигает пиздец какого уровня агрессии, ну, вплоть до убийства иногда доходит. Это, мне кажется, специфическое свойство именно культуры футболистов, футболеров, вот этих вот всех боленщиков, так что, я не знаю, по-моему, плохой пример. Это уже меньше доверия, чем секунды раньше. Как и в эксперименте Тайфеля, критерии разделения максимально произвольны и несущественны. На футбольное предпочтение не влияет ни воспитание, ни социальное положение, ни сфера деятельности. Географическая близость здесь тоже ни при чем. Все четверо чуть ли не с одной улицы. Как правило, выбор фаворитов в спорте обуславливается семейной преемственностью. Дед болел за них, отец болел, а теперь я болею. Ну, или вообще откровенном рандом. Вкусовщина, да и только. Но побоища футбольных фанатов прозрачно намекают, что некоторые принимают эти... Да, существует побоища футбольных фанатов, но, например, побоища фанатов баскетбола я не видел. У баскетболистов, наверное, ну, может быть, они и есть такие побоища, но их значительно меньше. К вопросу о том, да? Да, не, мне, кстати, даже кажется, что к футболу льнет прежде всего аудитория очень низкокачественная. И здесь проблема не в том, что... Эх, зашито. Простите, не то, что ты болеешь за Синит, а я болею за Спартак. Так, здесь дело, мне кажется, наоборот, в том, что люди просто пиздиться хотят, на самом деле. Вот. Вот, вот мне что вот здесь думается. То есть, в принципе, в принципе, люди пиздятся не потому, что они болеют за Спартак, или потому, что они болеют за Зенит, а потому, что они пришли попиздиться с кем-то. Все. Здесь как бы закончено. Может быть, им внутреннюю агрессию надо проявить. Может быть, еще что-то. Может быть, вот здесь вот так вот обыграно. Да, как-то более сложно. Не просто из-за Спартака или из-за Зенита. Нет. Я даже, ну не знаю, более того, большинство боленщиков футбола, они не пиздятся даже. И более того, они ненавидят своих, как бы, людей, которые болеют за другие, как бы, команды, я замечу. А вот есть такие ребята, как Маркус и Сергей, например, они просто нежно вместе в обнимочку смотрят футбол и болеют за разные команды, и нежно гладят друг друга по ногам, по волосикам, там вот так ходят. И это нормально, я считаю. Футбол может сближать людей. И он сближает, он действует так. Очевидно же. В наш мозг. Другой социальный психолог Ван Бейвелл, уже в наше время, вдохновившись работами Тайфеля, решил заглянуть в наш мозг. Он поделил добровольцев на две группы по принципу тщательного рандома. Затем, когда определились свои и чужие, испытуемые отправились на МРТ-аппарат, где принялись созерцать фотографии остальных участников эксперимента. Когда на глазах... Да, охуенный эксперимент 10 из 10, я как... Попадалось лицо кого-то из своих, происходил всплеск активности в Амигдале, древней области, которая играет важную роль в социальном взаимодействии и формировании эмоциональных связей. И это при том, что они стали частью группы всего несколько минут назад. Кроме того, Ван Бейвилл установил, что при просмотре фотографий участников из своей группы возрастала активность в области мозга, отвечающей за распознавание лиц, а также в префронтальной коре, связанной с эмоциональной составляющей морально-этических оценок. Так что, вот простая примета, по которой ты поймешь, считает ли тебя человек за своего. Достаточно просто посмотреть на его Амигдалу. Охуенно. 10 из 10. Если при встрече с тобой активность в ней возрастает, все нормально. Ему можно доверять. Охуенно. В другом... Один эксперимент. Один приведен. Причем хуй знает, какие там выводы в итоге были в самом эксперименте. Но, конечно, наши любимые трактовщики экспериментов всегда идут дальше. Ну, вы поняли. Там, кстати, надо вообще прочитать само исследование. Что, где, как, измеряли, какими соусами, как сам эксперимент проводился. Может быть, там, я не знаю, вот этим людям, которые одели зелененькое, им кричали, вот эти красные, они мудаки, блядь, они жрут детей. Они ебут, блядь, всех вокруг. Просто вообще ужас. Может быть, как-то вот там, вот оно вот сложно, да, происходило. Специально у них ненависть вызывали. В похожем эксперименте фанаты Red Sox с садистским наслаждением наблюдали, как Янкис, их заклятые враги, огребали от другой команды Orioles. При этом поражение Янкис никак не влияло на успех их любимой команды. Главное, что враги огребают. За это испытуемые неизменно вознаграждались выбросом дофамина. То есть, для обеспечения патриотического экстаза мало что бы... Патриотический экстаз, блядь! Рядом были свои, еще где-то нужны чужие. И если увеличить масштаб и перенестись из области спортивных противостояний на геополитическую карту, мы столкнемся с феноменом внешнего врага. Или антиидеологии. Это один... Ну, я бы заметил, что... Ну... Не во всех странах, наверное, есть какой-то четко выстроенный очевидный внешний враг. При том, что я замечу, что российская политика, она действительно строилась на принципах выстраивания некого внешнего врага. Это нам еще с СССР, как бы, знаете, передалось по наследству. Ну, вот так вот вышло, что вот СССР искала себе внешнего врага, но для них это был враг-то капитализм и все капиталистические страны. Ну, и вот Россия тоже почему-то переняла эту хуйню, хотя мы вроде тоже теперь все капиталисты, да, но вот все капиталистические страны важные и доминирующие стали тоже нашими неожиданно внешними врагами, хотя можно было бы как-то и не делать так. Ну, можно было просто как-то забить. Один из фильтров пропаганды в рамках теории масс-медиа Нуама Хомского, согласно которой, коротко говоря, доверять СМИ не стоит. Оказывается, это было понятно еще в 88-м году. Внешний враг это некая фигура, призванная генерировать чувство тревоги и опасности. Именно в ее тени индивид Ну и ответ, да, фобия красной угрозы, но она характерна, ну, для некоторых стран. Опять же. Не для всех, я полагаю. Я, честно говоря, не знаю, какие есть страны, у которых есть или нет внешнего врага, но просто уже одной страны хватило бы, чтобы эту тезис опровергнуть. Вот. Мне кажется, мы найдем хотя бы одну страну, у которой нет внешних врагов, сильных, могущественных, которых они хотят разъебаться. Причем, если мы будем во времени смотреть, во всем времени, да, например, на протяжении всего существования человечества, мне кажется, тогда мы еще больше найдем примеров. Ну, например, какая-нибудь Великая Римская империя, у которой, ну, реальных оппонентов не было. То есть там внешние враги, это не враги, это как бы, просто разопрошли, увидели и победили, соответственно, да, ну, в разные периоды по-разному, скорее всего, да, когда-то и был внешний враг, какой-нибудь постулировался, но все-таки, но все-таки, да, можно так взять и сказать, заебись. Ну, какой-нибудь, да, Карфаген, какая-то монополия, которая реально может быть топовая. или, например, Америка после распада СССР, когда Россия на протяжении нескольких, в общем-то, лет, ну, десятилетий даже, можно сказать, соответственно, ну, вот, отдыхала, отдыхала, так скажем, да, вроде бы не была явным открытым врагом и даже до определенных моментов не особо военность себя проявляла, ну, до Грузии, насколько я понимаю, хотя там еще были другие нюансы, с Чеченской войной, еще с чем-то, ну, ну, вот, но все-таки, да, в принципе, в принципе, в принципе, такого открытого, открытой пропаганды внешнего врага вроде бы не было в Америке даже. Когда у вас есть какая-то монополизирующая, монополизировавшая что-то страна, она, наверное, ну, не имеет облика, может позволить себе не иметь облика некого внешнего врага, мне так думается. общает себя маленьким и слабым и льнет группе, которая способна обеспечить надежность и защиту. А если это будет разделение не просто свой и чужой, а свой и чужой, который соперничает с нами за ограниченные ресурсы, то внутригрупповые связи крепнут сильнее. Допустим, ты проживаешь в мифической стране под названием Яисор. Включаешь свой информационный экран и... Что такое? Ты ошибся волной? Там то и дело долбят про какую-то республику, а не арку. Ну, я бы на самом деле заметил, что в контексте пропаганды многие вещи, ну, они, во-первых, культурные, это тоже важно за это подчеркнуть, потому что по сути образ внешнего врага выстраивается постепенно. Ну, то есть вы говорите вот эти вот внешний враг, и он не просто внешний враг, а он аморален, он плох, он хочет нам навредить, он поступает плохо, он нарушает такие-то, такие-то правила, он делает вот то, он делает вот все. То есть накапливается большое количество как около рациональных аргументов, так и эмоциональных разных позиций, которые придают в общем-то вашему кажущемуся или реальному оппоненту некоторые качества не только свой чужой, а чужой и плохой, чужой и злой. То есть любой сосед мне по сути это чужой на самом деле человек, но я же не иду пиздить его палкой из-за того, что он чужой. Я пойду пиздить его палкой, если он что-то мне плохое попытается сделать. Я пойду пиздить его палкой, например, если он аморальный человек и что-нибудь делать нехорошее, не знаю, детей кушает, например, пойду пиздить его палкой в таком случае. Но вот просто так пиздить его палкой я не могу. Который ты вообще не имеешь никакого отношения, у тебя там даже родственников нет, но твой экран хрипнет они с утра до вечера, каждый день, с короткими промежутками на празднике. Да все нормально. Никаких сбоев, просто ониарку выполняет функцию внешнего врага, о котором нужно беспрестанно напоминать подданным. А как иначе? Если в мире например, не напоминать, вот так иначе. Я вполне думаю, что существуют такие страны, в которых нет внешнего врага, и у которых таких упоминаний не существует. Вот почти наверняка. Если не останется грозных чужих, то на кой ляд ему свои? Боги без защитности неустроенности играет колоссальную роль в желании слиться с более крупной идентичностью. У меня, например, нет желания слиться с более крупной идентичностью, я замечу, и те люди, у которых оно есть, мне их немножко жалко, наверное. Это, наверное, слабые люди. Это, наверное, слабые люди. Я не знаю, я просто знаю, тоже огромное количество людей, которые не будут сливаться с какой-то идентичностью, и будут сами по себе в общем-то жить и делать то, что они делают, и так далее. А об этом мы говорили на канале Костя Прав, там был разбор популярных аналогий, с которыми люди сравнивают пандемию, ураган, грипп и, самое главное, война. Там же и ответ, почему такие популярные аналогии ошибочные, чуть ниже будет ссылка в описании. Добавим еще авторитетов к нашей истории внутреннего фаворитизма. Знакомьтесь, Арье Кругланский, социальный психолог, который изучает мотивы и суждения людей. Он пришел к выводам, которые тебе, ой как, не понравятся. Хотя, почему это не понравится? Почему ты берешь отдельных каких-то рандомных исследователей и не анализируешь целую сферу? Ты уже несколько раз нам подсунул какого-то одного исследователя, причем иногда какие-то просто рандомные опыты. Это ж хуйня. Это же, как обычно, не про тебя. На примере таких стран, как Египет, Пакистан и Индонезия, он обнаружил любопытную корреляцию. Чем меньше индивид доволен собой как личностью, чем больше личных поражений он испытывает, чем слабее уверенность в собственной реальности, тем крепче он отождествляет себя с национальной или религиозной общностью. А что делать, если человек не устроен? Ему плохо. Никакой национальной и религиозной общности вообще в принципе в данном регионе, в данном месте нет. Например, да? Ладно. С теми словами, если ты облажался в личной роли или тебе не повезло, просто прими другую, более могучую и успешную идентичность. Стоп, то есть... Ну, кстати, отчасти можно и так сказать, но я знаю, с одной стороны еще и, знаете, есть сильные люди, которые не являются... Ну, не хотят себе общности какие-то искать, но есть еще сильные люди, которые эти общности возглавляют или занимают в них достаточно значимые места. Это к вопросу о том, что далеко не всегда неудачник бежит к каким-то вот таким вот идентичностям. Более того, автор данного канала, ну, который там испытывал чувство ностальгии по отношению к своему региону, он же вроде не неудачник, человек с хорошим заработком, симпатичный, молодой человек абсолютно. У него хорошая, здоровая речь, он прекрасен сам по себе и вообще вроде бы, да, здоров и замечателен. И, в общем, круто. Притом группа должна быть непременно успешной, чтобы индивид захотел отождествляться с ней. Иначе какой смысл? Менять роль индивида-неудачника на роль члена клуба неудачников? Широко известен феномен отраженной славы. Серия экспериментов показала, что люди более склонны употреблять место имене «мы», рассказывая о победе любимой команды. Мы их сделали! Но вот если команда потерпела поражение, то это они продули. А я тут ни при чем. Инвалиды, блять! Слабый ищет сильного, чтобы слиться с ним. И теперь... Слабый ищет сильного, чтобы слиться с ним. Ты не просто Гриша Тапкин, алкоголик и тунеядец, испытывающий вселенскую неопределенность. Ну, я замечу, что у нас есть как проблема-не проблема, всякого рода национальные движения переполнены в том числе и плюс-минус какими-то реализовавшими себя, приветствую Илья Королёв, интеллектуалами, богатеями и так далее, так далее, так далее, так далее. В церкви люди донатят богатые, неебически огромные деньги, миллионами там машины дарят монахам этим всяким. Там часы, миллиард-долларовые часы дарят этим всяким батюшкам, всяким там патриархам дарят. Вообще просто вертолеты, просто дарят, потому что могут подарить. Ради Бога. Успешные люди. Чё вы сразу-то на войска какого-то? Просто войсков в мире больше в среднем. Вот войсков много, да, поэтому статистика, которая выводит наука, скорее всего, будет рассказывать про войсков, потому что это статистика. Ну, статистика так работает, сорян. Да, большинство вариантов учитывается, и вы делаете какой-то вывод из-за того, что ну вот так вот получается. Про вертолеты шутка. В вопросе, у кого занять до конца месяца, а гражданин сверхдержавы, с которой все вынуждены считаться, и которая, если чё, может повторить. Кстати, о неопределенности. Личные провалы подрывают определенность и уверенность в отношении такого понятия, как я. Возможно, поэтому жертвами разнообразны. Не, конечно, очень легко взять и сказать, что все представители той или иной идентичности, они просто неудачники, ну или по большей части неудачники, а сильным людям не свойственно вообще в нее вступать. Но есть одни сильные люди, которые могут избежать идентичности, а есть сильные люди, которые реализуют себя в большей идентичности. Вот Путин сильный или слабый человек? Ну, патриот же великий человек, но он сильный, мне кажется. Сильный человек с сильными убеждениями, с сильными бицепсами. Вообще, боксер, боец, дзюдоист. Прекрасный, короче, политик, лидер и боец, конечно. Поэтому мы, конечно, делаем вывод о том, что здесь какая-то хуйня у нас происходит. В рассуждениях автора вот настоятельно так кажется. В разных сектах и радикальных образований становятся люди социально и экономически незащищенные. Часто молодые люди с не до конца сформировавшимся мировоззрением суперсолярный и самовосприятием, не понимающие, кто они такие и куда они идут. Да? Серьезно? То есть ты, ну, я не знаю, буквально говоришь, что большинство патриотов... Ну, нет, большинство патриотов, скорее всего, неудачники, просто ввиду того, что большинство людей неудачники. Да? Простите, конечно, давайте честно. Большинство людей автоматически неудачники. Еще там, не знаю, древние мудрецы, Беант, Беант один из семи великих мудрецов, которые еще до Сократа были, и до Сократиков по подавляющему большинстве. Знаете, что они писали? Худших везде большинство. Это правило. Их всегда будет везде большинство. И вы говорите, что большинство патриотов это вот те самые худшие неудачники. А я такой... Ну, да. И большинство ученых, кстати, неудачники. И дураки, кстати, во многом. Ну, просто потому что любая большая группа наполнена довольно своеобразным набором созданий, так скажем. И, в принципе, если у нее нету очень больших критериев сложных отбора, то там будут... Да, есть такой, Максим, согласен. Ну, вот будут, короче, некие вот отличия какие-то, да, соответственно. И самое важное, что худших там всегда будет большинство. Потому что худших вообще везде большинство. Если у вас есть свободная, в общем-то, площадка, куда вы пускаете кого угодно, например, площадка по поводу мнений. Знаете, что я вам скажу? Большинство неудачников считает, что Россия правильно напала на Украину. Это в России, правда. А на Украине большинство неудачников считает, что зря Россия напала на Украину. Зря, блядь. Путин злодей считает большинство из них. Большинство из них главные неудачники. А знаете почему? Большинство людей неудачники. Неважно. У вас есть какая-то распространенная позиция, и среди представителей этой позиции большинство будут неудачниками. Живите с этим, да. Никаких экспериментов для подтверждения этой концепции не нужно. Она вот очевидна, к сожалению. Группа даст им готовую, чёткую идеологию и место в мире. Ответят на все их вопросы. Да-да-да-да, так мнения и работают, чел, я понимаю. Очень круто представлять себе вот так вот это всё вот таким вот именно образом. Да, спасибо. Ты гений. Ты просто гений и вообще гениально. Да, люди сидят и думают о том, как, в общем-то, кто-то даст им большую программу, о чём-то там подумать. Нет, просто мнения постепенно захватывают сознание человека. Происходят определённые высказывания, споры, эмоциональная жизнь человека продвигается различными образами. Ну и много-много-много всего ещё. Человек постепенно адаптируется к среде с одной стороны, к некоторым средам. Оказывается в среде патриотов, например. А они уже были до него эти патриоты. Да, он пришёл, а тут среда патриотов. Они ему говорят, ты за Россию? Он говорит, нет. Они ему, пошёл нахуй отсюда. В следующий раз приходят и спрашивают, ты за Россию? Он такой, ну возможно. Ну и пошёл пока возможно нахуй отсюда. Он такой, да здесь спрашивают, за Россию? Да, я за Россию. Ну иди сюда, братишка. И притом это работает и на бедных, и на богатых, и на разных вообще людей. И это в принципе нормально. Не, я не патриот, Андрей. Так вышло. Но при этом я замечу, что в принципе мнения имеют сложные траектории достижения своих целей, то есть захвата человека. А патриотизм это одно из мнений. Всё. Вот, вот да. Бывает такое. Да и любой человек всю жизнь занимается тем, что категоризирует реальность вокруг себя, разбивая её на ровные грядки. В противном случае он просто бы захлебнулся в её многообразие и неоднозначно. Налоги плачу. И я значимый, великий, хороший налогоплательщик. Я гражданин своей страны, который исправно платит налоги в казну. Если что. Я лучше большинства патриотов. И, кстати, больше многих патриотов плачу. Это хорошо, то плохо. Это круто, а то ну такое себе. Здесь свои, там чужие. И однажды, застолбив себе место в мире, связав себя с определённой группой, он сделает всё, чтобы доказать превосходство этой группы и её позиции. В первую очередь, самому себе. Причина же не только в том, что Кулик хвалит своё болото. Отними у него эту группу, и ты сломаешь всю его картину мира. Он потеряет место в нём, не сможет определить себя, толком ответить на вопрос... Нет, он сможет заменить одно мнение другим мнением неожиданно. И чаще всего так происходит. То есть, ты отнимаешь у него одно мнение, на его месте может появиться другое. Да. Кстати, людям очень тяжело без мнений жить в среднем. Людям свойственно иметь какие-то мнения по разным вопросам. И без них действительно человеку довольно тяжело. Согласен. Быть скептиком далеко не каждый может себе позволить. Но всё-таки... Но всё-таки... Нет, отмена патриотизма не приводит к тому, что всё, человеку полный пиздец. Вопрос. А кто я такой? Вон мой сосед. До сих пор не отправился от развала Советов. Говорит, что у него отобрали страну. Но, как ты понимаешь, главное, что у него отобрали, это его же самого. Былую личную идентичность, невозможную в иной среде, кроме... В смысле, былую. У нас много молодых людей, которые в Советском Союзе даже не родились. В принципе, важно понимать, что где-то там, не знаю, так, 80-е... Да, наверное, даже... Смотрите, если человек родился в 1975 году и далее, в 1975 и далее, то, в принципе, он не совсем понимает, что такое Советский Союз. Он, в принципе, не особо понимает, какая там была идентичность. Он, в принципе, не особо понимает, как там все было устроено. Он не жил, по сути, да, в Советском Союзе, в сознательном своем возрасте. Он жил в Советском Союзе, когда он был ребенком. Да, вот важно понимать здесь. И много ли у нас коммунистов старше 1975 года? Конечно, много, но у нас много молодых коммунистов. Да, он может разделять именно идеологию коммунизма, правильно, Максим? И таких молодых патриотов, ну, не патриотов, таких молодых коммунистов сейчас много. Они черпают свою любовь к коммунизму из идеологии, из самой идеи, да, которую они прочитывают, а не из тех ностальгических чувств, которые они проживали в СССР. Потому что в СССР они жили, ну, до 10 лет, максимум до 15, если 75-й год берем, если 80-й год берем, как край, ну, вот они, вот 10 лет им исполнилось во время развала. У них, как бы, основной рассвет 90-й был. У многих, у многих из них в 90-е. У меня, кстати, основной рассвет 2000-х был. То есть, я, в принципе, Путин, путинист, да, при Путине моя юность проходила, при Путине я достигал всего, чего только мог достигать. Путин, мое все, соответственно. как-то вот оно вот так вот устроено. То есть, я даже со своим 30-летним возрастом, я про СССР, ну, чё, я вообще ни года в СССР же не был. СССР, я родился, СССР развалился, вот так вот, скажем. Вот прям вот буквально, вот как-то вот даже так получается, что СССР развалился, и потом я через несколько дней родился вроде бы, или наоборот. Кстати, ладно, не важно. При Путине, да, при Путине проходила моя жизнь, при Путине я добился всего, при Путине я закончил школу, при Путине я вообще всё, и университеты все закончил, а кандидатскую при Путине получил, и умру, наверное, при Путине. И умру тоже, вероятно, при Путине, да. Как той. Психологи даже придумали специальное название нашей потребности в чувстве определенности в отношении окружающего мира. Когнитивное закрытие. Охуеть. Вот у скептиков нет, видимо, когнитивного закрытия, замечу. Что это такое? Вот есть ты, и перед тобой возникает ситуация, к которой тебе нужно как-то относиться. Ну, я, кстати, замечу ещё один факт. Смотрите. У нас вот большинство людей, которые были довольно плохо настроены оппозиционно по отношению к Путину, это люди относительно молодые. Смотрите, да? Мы потеряли девственность при Путине, мы школу закончили при Путине, мы вообще всё при Путине делали. Почему у нас ностальгии по Путину у многих нет? Почему вот эти вот все 25-30-летние, там, 20-летние какие-то соски, они идут и против Путина выступают на всяких, там, болотных, там, ещё где-нибудь, там, вот все эти, вот все вот эти вот Навальные, не Навальные, Карнавальные, сам Навальный, конечно, ну, старичок ещё топ, но аудитория-то молодая во многом. В значительной части аудитории моложе 30-ти была. Как так? Ведь в нашем, Путин должен ностальгию вызывать, любить его должны. Всё самое лучшее в нашей жизни при Путине произошло же. Вот у нас почему-то привязки у многих такой нет. У значительной прослойки населения такой привязки нет. Ну, у некоторых может и есть, честно говоря, я не знаю, не залезал к ним в голову. Возможно, это конкретный вопрос, на который ты ищешь ответ. Бывает вопрос простой и ответ у него однозначный, типа дважды два равно четыре. Но что если ты сталкиваешься с вопросом, где нельзя ответить да или нет? Ну, например, кто я такой и зачем я живу? Неоднозначность сама по себе пуг... Не, ну это понятно, Андрей, что и мусоракет, но просто дело заключается в том, что основная часть аудитории Навального они относительно молоды. Ну вот, ну вот как-то вот. И каким образом оно так получается, если мы вроде должны были все прикипеть к Путину? У нас есть свои и чужие. Почему вот эти вот два сраных процента дерьма, почему их, во-первых, не два процента? Почему их больше? Почему два процента дерьма разрастается до такого нереального количества, вы поняли, да, людей с одной стороны? Вот всего-то два процента дерьма, так называемого, людей дохуя. И с чем это вообще сформировано, тоже не до конца. Понятно, исходя из этих рассуждений, ведь мы должны четко, вот у нас своя группа, мы русские, мы русские, блядь. Значит, все русские должны быть русскими, по большей части, если это механизмы в мозгу такие. Ну, потому что это естественно, и значит, если ваши механизмы в мозгу работают не так, значит, вы больны, скорее всего, да. То есть, либерал, который против русских, против, там, Путина, лично, против Путина, против путинистов, с которыми он рос, да, с которыми он свое детство провел, он не просто придерживается других каких-то убеждений, которые, ну, нежелательны, так скажем, для некоторых прословек людей, да. Нет, он еще и болен на самом деле в таком случае, у него мозг работает не так, как эта вот наука показала, не так, как оно правильно сделано. Мне кажется, опять же, тут проблема заключается в том, что были взяты какие-то единичные исследования, которые были проинтерпретированы очень поверхностно. Скорее всего, в самих исследованиях не делалось таких больших выводов, о которых говорит автор. Ну, тем более, какой долбовип вообще берет отдельно взятое исследование? Я напоминаю, что цель исследований в науке, в хорошей, нормальной науке, заключается в том, чтобы опровергать теорию, а не подтверждать их. То есть, в лучшем случае, эта теория что-то опровергла. В худшем, она ничего не сделала. Теория не является подтверждением для любого, не теория, эксперимент, ни один эксперимент не является окончательным подтверждением для любой из теорий, даже для любого из предположений, по крайней мере, кроме предположения о том, что конкретно этот эксперимент собственно показывает. Ну, например, вот у людей в мозгу произошло вот это вот, вот это и вот это. Все. Вот это мы подтвердили. Мы предполагали, что так пройдет, мы это подтвердили. Это не теория, это даже не гипотеза, это нихуя. Просто вот мы предположили, что так может быть, и оно совпало. Тут вот такой нюанс имеется, что сам факт того, что эксперимент прошел тем или иным образом, он мало о чем говорит. И выводы можно делать очень далеко идущие, конечно, но нахуй это вообще-то надо. И вообще хороший исследователь научный не делает таких выводов обычно, особенно из своего же эксперимента. То есть он сам обычно вообще в науке нормально так происходит, что вы создаете какое-то предположение большое, теоретическое, сложное, а проверяют его обычно другие люди. И обычно эмпирики, которые так или иначе проверяют те или иные положения, им не свойственно делать далеко идущие выводы. Тоже важный такой моментик. Если такая корреляция, пишет Максим, антипатриотами являются люди, которые не смогли реализоваться в текущем общественном устройстве и отсюда ненавидят государство. А я не думаю, что антипатриотизм есть суть ненависти государству. То есть под антипатриотизмом мы можем понимать достаточно широкий круг явлений, в которые входят люди, которые ненавидят государство, люди, которые... Либералы, например. Либералы не ненавидят Россию и не хотят, чтобы она была уничтожена и не хотят, чтобы она сдохла. Более того, огромное количество тех же самых либералов и прочих людей, которые так или иначе ненавидят или любят страну по-другому, не как это принято у патриотов. Большинство из таких людей, ну не знаю, не большинство, многие из таких людей относительно обеспечены со средним достатком. Ну вот Илья правильно сказал и точно, и коротко. Государство и Родина не синонимы. Здесь вот типа да. Государство, государство. Более того, знаете, есть такие патриоты, которые говорят, ну ты за Путина. Ты за Путина? Нет, против Путина. Но если ты против Путина, значит ты против России. И ты наш враг вообще. Да, Аля Андреев, именно типа Светова Светов любит Россию, Светов любит русских. Просто вот он как бы либертарианец. Более того, у Светова получилось реализоваться в мире. Он не бедный человек. Смотри, какие причесочки, какие зубки красивые, какие очочки, какая одежда модная. Вы прекрасный человек. Вот. Анастасия пишет, разваливая государство, вы вредите Родине. Это очень странная любовь. Светов так не считает. Светов думает, что если мы развалим государство, мы наоборот поможем Родине. Но вот тут другая противоположность. И здесь на самом деле много разных нюансов и очень много разных людей. Поэтому говорить о какой-то стройной и четкой однозначной корреляции, наверное, не стоит. Но может быть какие-то корреляционные свойства здесь имеются. То есть это может быть не самая сильная корреляция. Не точно совпадающая. Но какая-нибудь там, я не знаю, ну типа, если ты неудачный, да блядь, нет, наверное. Опять же, важно заметить, тут же, смотрите, что в данном видео продвигалась какая-то тенденция. Что неудачники это прежде всего патриоты. Вот патриотов, среди патриотов, большинство неудачников. Я открываю вам глаза. Да, неудачников везде дохуя. Если вы не пришли в сообщество великих ценителей денег, интеллектуального достатка там какого-нибудь. Да, если вы не пришли в сообщество ебать богатеев, то скорее всего там большинство людей будут неудачниками в этом сообществе. Если вы не пришли в партию партии, в которой только олигархи сидят, в таком случае у вас, ну, почти в любом сообществе будет куча ебучих бедняков. Вот. То есть корреляция, не корреляция. Корреляция это может под числом-то и быть на самом деле, если так посмотреть. То есть, да, наверное, среди антипатриотов действительно больше таких людей, которые не реализовались в текущем общественном устройстве. А потом мы смотрим, и у патриотов, да, да, оказывается, среди патриотов тоже большинство людей, которые не очень сильно хорошо реализовались в данном общественном устройстве. А, да-да-да, среди вот этих бомжей тоже большинство людей, которые не реализовались в данном общественном устройстве. А, среди философов много людей, которые не реализовались в этом общественном устройстве. Ну, то есть, корреляция кэш-корреляции, она по числам просто сойдется, скорее всего. Она будет неточной, вопрос в том, насколько неточной. Но она, в принципе, очевидна ввиду того, что худших везде большинство и как бы нищебы, нереализовавшиеся люди будут во многих сообществах. Также среди вот этих ребят. Да, мастер, именно корреляция не равно зависимости. Правильно, тоже очень точно, очень ёмко, очень лаконично и правильно. Абсолютно согласен. То есть корреляция-то может и быть, но вот зависимости может быть нет. И без того слабую психику. Хочется от неё убежать и прийти к конкретным выводам. Даже порой нерациональным. Если ты затрудняешься сам найти ответ, возможно, тебе подскажут политические или религиозные доктрины, какими бы абсурдными они ни были. Захочешь и не в такое поверишь. А знаешь, с чем связано? В науку там, например, ещё можно. Главная неопределённость в сознании каждого человека. С его смертностью. Извечный вопрос. Зачем всё это, если мы умрём? И умрём ли? Ведь сознание, даже самого отпетого материалиста, тайком рассчитывает на бессмертие. И не верит, что свет для него когда-нибудь погаснет. Да ну? Серьёзно? Ты серьёзно сейчас, да? Типа? Ты докинзы читал, может, нет? Чего? Ты не читал докинзы, да? Ну ладно. Группа... Ну, на тросгуманисты рассчитывают, на тросгуманисты далеко не все люди. По идентичности способны... Недалеко не все материалисты-трансгуманисты. ...снять противоречия бессмысленности наших действий при неизбежном конце. Да, как индивид ты хрупок и смертен, ничего не поделаешь. Зато группа, частью которой ты являешься, останется после тебя. И ты можешь посвятить себя тому, чтобы сделать её ещё более могущественной и неуязвимой. Ну, мне вообще, да, нравится стиль. Просто цитировать каких-то рандомных челов, какие-то рандомные исследования. Я, опять же, вам одну мысль выскажу, которую я уже много раз высказывал. Если вы хотите подтвердить какую-то позицию, если вы действуете методом подбора рандомных каких-то статей, вы сможете подтвердить её, да? Ну, не рандомных, а специально отобранных статей. Вы найдёте специально отобранных цитат разных специально отобранных исследователей. Вы обязательно свою позицию подтвердите, какая бы она ни была. Там, я не знаю, насиловать кенгуру – это вообще здоровое положение, нормальное. В любом есть исследования, которые показывают, как мужчины, насилующие кенгуру, очень хорошо себя чувствуют после этого. Возможно, да? Вполне естественно. В памяти соплеменников, растворившись в рядах её верных служителей. Продлить свой земной срок ещё на несколько столетий. По сути, во время патриотического или просто внутригруппового экстаза стираются границы между личным «я» и групповым «я». В этот момент рождается совсем иная сущность. Некое над «я». Огромное и непобедимое вен. Больше нет отдельного, слабого и беззащитного «я», зато есть «мы». Это чувство может усиливаться за счёт унифицированного внешнего вида, стирающего личные различия. Вроде фанатской атрибутики и... Да-да-да, все веруны одинаковы, все дела, окей, понял. Там ещё магическое мышление можно упомянуть чисто по приколу, но там же есть исследования какие-то по этому поводу, и да, ну чё бы и не упомянуть. Белевоенной формы. Но главным символом растворения личного «я» в море коллективного является, конечно, маска. Кстати, я замечу, что я никогда не чувствовал такого растворения. Ну, может, потому что я везде и во всём, по большей части, человек, который против всех. Не надо, Настюшенька, разносить. Добрый вечер. Не надо ничего разносить. Давайте мирно. Но я серьёзно очень плохо чувствую все эти общества, сообщества. И скорее, да, я как Ксения Собчак кандидат против всех. Она гарантирует... Что в политике, что в науке, что в философии. Кандидат против всех. Очень часто. Полное обезличивание действующего лица снимает всякую персональную ответственность с его плеч. И можешь быть уверен, когда во время следующего митинга Некий космонавт Лёха, отец двух румяных малышей и нежный сын с наслаждением пройдётся тебе по голове дубинкой. Не надо его прочитать, что за зверей только набирают в органы. Он действовал не от своего лица. Его рукой управлял безличный механизм государственного подавления. Просто все люди делятся на своих и чужих. И в этом эксперименте вы оказались в разных группах. Да, ведь всё так просто. Причём этот Лёха с семьёй своей может руководствоваться, например, интересами зарплаты. Ему действительно надо прокормить, например, свою семью. То есть тут к вопросу о том, почему вот этот вот Лёха, который спецназовец, идёт пиздить вас где-нибудь там, да? Почему? У вас на превьюшке 7 тяночек и все 2D. Вы ищите 8-ю, но в 3D. Окей, Настюшенька, хорошо. Просто вот к вопросу о том, что вот у нас есть Лёха. А чё Лёха? А чё с Лёхой? У Лёхи, соответственно, семья. Кормить детей надо. Самого себя надо содержать. Если Лёха пойдёт из спецназа, он в лучшем случае в охрану устроится. И будет нищий ёбом конченым. Так это тоже можно назвать включением в общность таких же оппортунистов. Вот даже некая гордость за такое прилагается. Где гордость, во-первых, а во-вторых, какая общность конкретно? Где они, где эти люди? Где это высшее я, которому оппортунисты себя так или иначе причисляют? Ну, смотря ещё какие. Ну, например, есть какие-нибудь там готы. Типа, а, блядь, мы готы. Они ещё одинаково все одеваются. И у них абсолютно одинаковый стиль там риторики. И одинаковую музыку слушают. Вот здесь общность какая-то есть. А когда ты, в принципе, почти ни с кем не схож по основным там критериям своего мировоззрения, вот это уже довольно сложно. Как-то себя с кем-то ассоциировать. Патриотизм. В адекватных дозах это полезно. Это чувство плеча, объединение во имя общей цели, отлаженное взаимопонимание. Человек, социальное существо и лучшие его достижения стали возможны благодаря скоординированным действиям. А самые недоступные вершины покорены в порыве преданности друг другу и общему делу. Но если доза будет превышена, ты получишь шовинизм, беспочвенную агрессию, растворение границ между собой и толпой, бездумное следование за большинством. Охуеть. Ну, вообще, замечу, что бездумное следование за большинством у подавляющего большинства людей доминирует, и почти всегда доминировало. Агрессия? Ну, возможно, агрессия. Шовинизм? Ну, когда как у кого. Растворение границ? Вот этого я тоже не до конца понимаю, потому что не испытывал. Когда на место твоего сознания приходит сознание коллективное, а тебя выселяют из твоей головы. И если кто-то намеренно взвинчивает градус и увеличивает дозу, расставляя чучело внешних и внутренних врагов, важно... Так, далеко не всегда чучело внешних и внутренних врагов реально чучело. Как бы... Тут важно, наверное, здесь вот это подметить. То есть, ну, например, я опять же приводил СССР и США, они по отношению друг к другу реально враждующие государства. В принципе, любой идиот понимает, что хочет сделать СССР. Любой идиот понимает, что США не хочет этого допустить. Любой идиот в СССР понимает, что любой человек в США не коммунист, он не заинтересован в реализации вот великого плана спасения вселенной с помощью коммунистической прекрасной красной революции. Социалистической, простите, точнее. Но не заинтересован совсем почти никто в Америке в этом. Приветствую, Плахти. Американцы, с другой стороны, они понимают, что вот эти, блядь, совки, они готовы пиздиться с вами. Убить готовы вас, если что. Если вдруг выдастся такая возможность, они готовы перерезать всех буржуев к хуям. И это нормально для них, на самом деле. Уже что-то подобное они производили в рамках отдельно взятой страны. Так что... И даже ни одной отдельно взятой страны, если что. Так что тут как бы противостояние-то вполне очевидно. С одной стороны, СССРовское желание абсолютного блага, великого. Красиво. Красота просто, да. Великая мечта, к которой мы стремимся. А с другой стороны, ну как бы капитализм, вроде бы система нормальная, вроде бы работает. Что бы мы будем тут эту жопу себе рвать, чтобы куда-то еще стремиться к большему, если и так пока что все работает. И никогда пока что лучше не работало. Давайте-ка постоим на этом уровне. И не будем стремиться к великому коммунизму. То есть сложные взаимоотношения, реальная вражда, реальная угроза военной деятельности вообще-то. Реальная угроза применения ядерного оружия. Я вот сейчас не ощущаю того, что ядерное оружие будет применено, например. Вот Украина, да, смотрите. Пока русские находятся на Украине, ну, блин, это неприятно. Россию шемят там. Ба-ба-ба, бу-бу-бу. Ну, это, короче, ничто по сравнению с тем, что было во времена Холодной войны. Особенно в самые активные периоды ее непосредственно накала. Да, в кульминации различные. Там Карибский кризис, например. И вот все такое. Карибский кризис, когда реально могло ебнуть. Ебнуть непосредственно. Сейчас это как-то даже спокойнее ощущается. Потому что все вроде бы понимают, что мы не хотим друг друга бомбить из ядерок. Да, она как бы... Давайте не будем. Вовремя распознать это. И не дать сыграть на вшитой тебе в голову программе под названием «Внутригрупповой фаворитизм». В широких кругах известный как патриотизм. Человек уже сумел разглядеть многие баги в своей системе. Многое из того, что помогало нам выживать, сколочено слишком наспех и небрежно. Самый главный баг, к сожалению, это наука. Ну да ладно. Из-за чего имеет страшные побочные эффекты. Ну вот. Теперь ты знаешь о багах в твоем программном обеспечении. О том, что привычка делить людей на своих и чужих глубоко укоренилась в мозге. И часто для этого не требуется даже основания. Что существуют трюки для активизации патриотических и националистических настроений. В том числе совершенно нечистоплотные. Что наибольшую групповую зависимость проявляют уязвимые и неуверенные в себе индивиды. Что групповые убеждения Спасибо большое, Настюшенька. Обладают мощнейшим гипнотическим воздействием. Человеку-индивиду кажется, что отказавшись от их убеждений, он отказывается от своего мировоззрения. От своего... Это, да, это тот еще трюк, согласен. Я. Ты теперь знаешь это, но что делать с этой информацией? И получится ли хакнуть эту систему? Это уже вопрос. Да, и зачем ее хакать иногда? Тут опять же вопрос, кстати, иногда может состоять исключительно в выгодах, например. Ну, например, какому-нибудь третьему рейху неодобряемых деятельностей выгодно было бы завоевать Советский Союз и использовать земли и ресурсы и людей для того, чтобы, ну, в общем-то, увеличивать свою экономику, там, я не знаю, получать ресурсы отсюда с этих территорий, да, было бы заебись. Дело не только в разделении на своих и чужих, например, но иногда речь идет о более сложном каком-то комплексе. Даже когда речь идет о наших излюбленных, там, суперзлодеев, типа нацистов. Нацисты наши суперзлодеи, да, ужасные, злые, но у них сложная мотивация была. Не знаю, Плактей. Тебе. Только к тебе. И никто за тебя на него не ответит. Не забудь отправить это видео своему другу. Возможно, вы вместе найдете ответ на этот вопрос. Кстати, мне тут еще кажется, что когда начались некие спецоперации, некоторые некие действия, большинство людей в первые дни отреагировали негативно. Согласен, что я покушал абсолютно. Так вот. То есть, на мой взгляд, большинство людей, которые только с этим не столкнулись, они просто как минимум охуели. Некоторые прям не то, чтобы очень негативную позицию выдавали. Но все-таки, но все-таки позиция была такая, типа, чего, блядь? Война? Чего? Зачем? Блин. Стрёмно, да? А потом началось постепенно. Причем, понимаете, вроде бы, если вы патриоты, вроде бы, если вы патриоты непосредственно, вы могли бы сразу такие, да, блядь, зе, 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 зе. Нет. Большинство людей нет. Не с начала, за первые дни мы стримили, мы как бы фиксировали много, большое количество людей, большое количество новостей, и люди не зеткали в основном, да, люди сдерживались, а вот постепенно, и с помощью пропаганды, с помощью эмоционального воздействия, с помощью мемов, типа, 8 лет, с помощью разных способов убеждения, и с помощью запугиваний, кстати, да, то, что, если ты будешь неправильные слова говорить, то тебя посадят в тюрьму, вообще-то, да, и ты такой думаешь, вот смотрите, вот буду я вот за, вот, вот, вот них, которые вот забыли, на букву У, и что мне, мысль надо закончить важную, многие люди, ввиду разных уровней воздействия, и эмоционально, если что, Алина, не обижайтесь, я же с любовью, абсолютно, сердечное признание в любви, так вот, соответственно, соответственно, да, многие люди под воздействием разных вещей, включая, кстати, страх, они заняли позицию в итоге за нашу, в общем-то, великую, прекрасную страну, а многие сначала были против, и вроде бы, а схуяли, есть свои, есть чужие, украинцы-то чужие, чужие, с чего бы мы вообще занимали какую-то позицию, за Украину неожиданно, кто-то из нас, с чего бы это было, ведь есть свои, есть чужие, механизмы в мозгу вообще-то у нас, а многие и до сих пор занимают, а многие изменили свою позицию со временем, после длительного давления вообще-то, так что тут как-то все вот, неочевидненько, неочевидненько, сложненько, так сказать, группой, не, Алина наш любимый фанат пока что, в последнее время прям вообще любим Алину, Алина топ, этот выпуск выполнен на основе эссе Чипцова-Денисова, до того, что был в начале выпуска, так что предлагаю залететь на его канал, там как раз вышло видео о пропаганде, хоть ленту свою разбавишь качественным андерграундом, Мамик, Алина Мамик, а на этой ноте мы выражаем искреннюю благодарность поддержаторам на Патреоне, и напоминаем, что вы всегда можете прекратить поддержку. Наша благодарность от этого не изменится. Спасибо за то, что вы с нами. Ну, был самый главный, да. Гепники, герои, консулы, верховные магистры и иллюминаты нашего ордена. Давид Большов, Семечко 2013 и Александр Гришканич. Пусть вас не сожрет внутрегрупповой фаворитизм, а рядом будут верные друзья, допускающие иные точки зрения. Увидимся на следующей встрече. Не, ну просто реально, когда речь идет о каких-то четких механизмах, что насчет стрима с Евгением, ну, он пока мне не писал. Ну, колонка шейхов там мощная, там больше сатена у многих уже. Да. У Син достигла сатена, кстати, тоже, если я не ошибаюсь. И съебалась в итоге. Кстати, Усин очень скучаю по Усин. Блин, где моя Усин? Мне нужна Усин. Ну, довольно такой поверхностный на Учпоп, что ли, могу сказать так.